здравствуйте друзья у нас вопросик давайте я для усиления может быть так прикид какой-нибудь такой вопрос у нас здравствуйте михаил буду очень признательна от девушки если вы рассмотрите нашу через 35 лет планируем перебраться в сша 35 лет ну 4 плюс минус так видим только один реальный способ по студенческой визе дано семья я 38 лет русская высшее образование из российской федерации плюс год магистратуры в англии по бизнесу муж 45 лет англичанин высшее образование по истории как ребенок 6 лет живем в англии финансы есть немного средний уровень есть сумма достаточная для проживания на год в дальнейшем небольшой доход от сдачи недвижимости в аренду обучение планируем два года в комьюнити колледж чтобы минимизировать расходы потом два года в среднем университете для переезда рассматриваем сан-диего но возможно и юго-восточные штаты так как стоимость жилья там дешевле по информации из ваших видео сделали вывод что учиться на айти это самый перспективный способ высокий шанс получения рабочей визы визы соответственно green card у нас с мужем к сожалению довольно средние интеллектуальные способности то есть двое с высшим образованием так оба работаем в колл-центрах я при банке он при энергетической компании поэтому не уверенно что сможем потянуть айти образование посоветуйте пожалуйста на кого лучше пойти учиться в таком возрасте чтобы иметь реальные шансы получения рабочей визы что делать если не удалось получить визу по окончании образования можно ли будет возобновить обучение еще на год чтобы пробовать опять без выезда из страны а также насколько это реально пробовать устроиться на работу в cap exempt h1b организации это там есть там нон-профиты и так далее где можно без того чтобы в квоту ну хорошо ладно поговорим первая мысль которая мне приходит в голову связи с письмом из великобритании а чего вот людям но живут себе великобритании и муж англичанин и как бы и вроде нормально живут там как-то работают оба чего им в что что им такого там плохо чтобы вот допустим нужно было куда-то сниматься ехать на новое место какие-то перспективы непонятные то есть люди говорят вот мы готовы идти на какие-то сложности у нас там есть денег на год жизни но вот мы пойдем сначала все те колледжи получимся потом там еще получимся то есть мужчины 46 лет значит женщине 38 соответственно это я даже не знаю сколько лет у них пройдет пока они грин карту получат допустим у них этот путь получится что в общем тоже не факт ну допустим значит он они получат свою грин карту когда ему будет за 50 а ей так допустим не за 43 44 и что же они там делать то буду то есть получается такая вещь что они как бы эвакуируются прямо из великобритании потому что речь идет не о том чтобы там чего-то добиться в сша о том чтобы и как-то смыться из великобритании я я не понял зачем они едут вот абсолютно у меня нет никакого понимания но это как бы отдельно это мы за кадром оставляем просто как как бэкграунд как бы для рассуждения на следующий момент какой они говорят ну хорошо значит поедем мы учиться почему учиться потому что учеба как бы подразумевает что они могут достаточно долго находиться в стране учеба вообще такая вещь что всегда можно возвращаться и и дальше учиться и доучиваться и и опять учиться и хоть десять лет учись никто тебя не трогать и ты все это время можешь там посматривать куда тебе деться другое дело что там с работой не очень да то есть не не то чтобы все это время человек мог там работать подрабатывать зарабатывать но но тоже есть какие-то возможности но дальше начинается значит во первых одним из преимуществ студенческой визы в данном случае является то что если она у них для приобретения специальности в какой-то научно естественно научной области начиная от компьютерных наук окончает он всем остальным то они могут там получить optional practical training который дает возможность проработать течение 27 месяцев это еще без того чтобы была рабочая виза и там в процессе искать получать эту рабочую визу кроме того наверняка к тому моменту когда они соберутся в сша уже какие-то или скажем дойдет до рабочих виз наверняка уже произойдут какие-то изменения долгожданные в политике выдачи рабочих виз это должно существенно облегчиться но вопрос в том что понимаете одно дело у нас там скажем не знаю 25 лет человек вышел там с мастерской программы а другое дело когда мы 50 вот допустим случае с ее мужем и или даже 42 как как бы ее случае и плюс она говорит что мы там не каких-то там блестящих способностей и так далее а а кто ж тебя возьмет ну вот кто реально тебе даст эту значит рабочую визу то есть это как бы противоречие заложено в саму постановку вопроса с одной стороны люди говорят мы люди там ничего особенного в нас нет мы люди такие простые совершенно не выдающиеся там не примечательны другой стороны мы рассчитываем на получение рабочей визой для получения которой вообще-то надо быть примечательным но есть как бы идея такая и быть еще возраст поэтому я я бы сказал так что не будучи и не претендуя специалистом в визовых вопросах как бы с той колокольни значит который я на это смотрю я я не вижу чтобы студенческая виза вот это как бы этот путь привел бы их к рабочей визе и через рабочую визу там green card и так далее то есть они могут достаточно долго находиться в сша но так чтобы вот именно знаете где-то чтобы это вынурнуло в рабочую визу я не очень вижу значит может быть им имеет смысл посмотреть на бизнес эмиграцию вот при при всех вот тех оговорках которые они делают то есть если у них там есть деньги там на год жизни сша соответственно у них есть деньги там на на то чтобы начать какой-то небольшой бизнес и соответственно когда один человек значит допустим по бизнес визе второй человек в семье имеет право работать просто идти работать на всю катушку с первого дня понимаете и вот эта виза элли да и соответственно снимается абсолютно вопрос что допрыгаться до чего-то очень серьезного чтобы тебе дали рабочую визу там и так далее тебе не надо выслуживаться на этот уровень давайте камеру поверну мне кажется солнышко туда ведет в объектив одну секунду вот и тогда пожалуйста доходит тестером пожалуйста выучить на тестера дел не хитро вы можете даже великобритании поработать тестером если вы в колл-центре работаете вы легко можете там там же подучиться или там у нас подучиться где угодно подучиться и пойти поработать тестером потом значит за это время вы должны сообразить какой вы бизнес делаете что это за бизнес вот сфокусируйтесь вот на этом и и все то есть вам нужно какой-то небольшой бизнес значит те же там 50 60 там тысяч вполне могут составить необходимую сумму для начальных инвестиций и я небольшой специалист в этом деле как я уже сказал но я понимаю что это вполне реально так чего бы вам например этим не заняться если это вполне реально и если это быстро вы начинаете работать с первого дня вы можете подавать на грин карту очень быстро из своего бизнеса то есть конечно возникает вопрос а что это такое за бизнес до чтобы он еще был таким достаточно успешным что мы вот можем как-то вот так продвигаться и так далее следующий вопрос но но это например это направление в котором я бы лично вот поработал над тем чтобы понять не не там ли лежит ваш путь честно вот вот такое у меня соображение в качестве совета для семейной пары из великобритании вот на этом наверное я и остановлюсь потому что на более тонкие детали меня не хватит а как бы общую идею я уже изложил счастливо